Как учитывать английскую версию при составлении контент-плана? Если вы изначально задумали делать английскую версию, то это совершенно другая стратегия канала. Ну или вы хотите сделать русскую версию, а потом делать английскую версию под эту русскую, то я так не скажу сразу. У нас будет целый шаг в сто шагов к успешному каналу, доходному каналу, и там будет английская версия, и там будет всё, ну, более-менее разжёвано. Но с большего скажу, как. Надо изначально понимать, чтобы ваш ролик был разбит на те части, где можно заменить русские слова на английский текст, то есть сделать другую озвучку, сделать другие, там, допустим, перебивки, сделать, потому что, ну толку, мне пишут люди такие, говорят, я называю свой ролик русско-английскими словами, ну там, да, через дефис. Я пишу описание и на русском, и на английском. Я пишу теги русский, английский. И чего? У тебя контент там на каком языке? На русском. А теперь представляем, что с тобой сделает YouTube, мой уважаемый зритель. Приходит к тебе человек, условно, из Индии, который знает индийский и знает английский, а русского не знает вообще. Нажимает на твоё название, потому что у него есть знакомый, то есть у него есть название на русском языке и на какой-то непонятной крейте. Он нажимает, допустим, как приготовить быстрое яичное. Нажимает, видит там тебя, мой уважаемый любимый зритель, где ты ему лепечешь что-то на русском языке. Он ни черта не понимает, и понимает, что он, он понимает одно, что он пришёл на этот канал по ошибке. Конечно, хочется верить, что у вас такой контент. Он начинает садиться, включается в Google переводчик, ваши слова там переводить. Что же вы там не увещаете? Правда такова, что он просто говорит досвидос и уходит с вашего канала. А теперь смотрим, как это видит робот YouTube. К вам пришёл человек, посмотрел на ваш контент, сразу закрыл и ушёл по этому запросу дальше искать. YouTube думает, что это какой-то неадекватный человек. Потом он видит, что там пришло пять человек и сделали то же самое. Они пришли и ушли, не посмотрев ваш контент. Что YouTube думает? Он думает, что у вас что-то не так. Приходит туда и видит, что ваш ролик вводит пользователей в заблуждение. Что вы приглашаете туда английских зрителей, но даёте русский контент. Что с вами будет? Ничего. Вы даже об этом не узнаете. Но потом вы будете писать о том, что, а чё-то мои видео не показываются в рекомендованных. А чё-то даже я не могу своё видео найти, когда ввожу в поиск. А всё просто потому, что вам пришёл, к вам пришёл. И я бы не рекомендовал вот пытаться усидеть одной жопой на двух стульях. Звоните, пишите, приходите. Мы всегда рады новым друзьям.